Это хороший вопрос. Советы и оценки бывают двух категорий. Они идут из доброты или из злобы. Они идут из правильного положения человека или неправильного. Сейчас объясню. Вот надо в этом разобраться, когда все станет просто. Вот смотрите, допустим, иногда бывает, что человек специально приходит на мою лекцию, чтобы меня опозорить. И как бы он вроде бы вопрос хочет задать, но сам начинает что-то про меня рассказывать, даёт советы, оценки. И как я к этому должен относиться? Надо понимать, что это идёт вражда, то есть это не добрые отношения идти, враждебные. Но с другой стороны, мой наставник сказал мне, что это плохо слушать всем, кто в лекционном зале, допустим, потому что они оскверняются от этого. А тебе, говорит, хорошо, потому что ты, когда тебя кто-то критикует, таким образом очищаешь своё сердце от гордости. Ну то есть он мне говорит, ну очищайся в это время. Это называется показательная порта. Ну как бы расслабься и получай удовольствие. Вот. Удовольствия, конечно, мало, но по крайней мере, ты понимаешь ничего, что ты от гордости очищаешься в это время. Но, понимаете, другое дело, что когда есть ещё наставники даже, да, старшие, и вот они когда дают оценку, они оценивают тебя, дают советы, это бальзам, но он тоже горький, понимаете, его надо обязательно принимать всем сердцем, здесь ты не война, никакой войны нет. Ты просто сам добровольно решил, что этот человек должен тебе давать советы, и оценивать тебя должен. Понимаете, есть друзья. Друзья это не те, которые тебе как бы всё время сиси позиции, друзья это те, которые тебе тоже будут давать советы и оценки. Но они не как наставники ведут, они по-доброму, как бы, хочешь слушай, хочешь нет, но они скажут. Это настоящие друзья. Здесь тоже нужно очень внимательно, аккуратно принимать. Иногда даже младшие дают оценки, ну, которые тебя любят, уважают, да они это делают совсем по-другому. Они говорят, Олег Геннадьевич, я не права, конечно, не права, но мне показалось, что вы чуть-чуть грубовато, вот сказали. Это правильное поведение младшего. Когда младший даёт тебе оценку, он делает это очень смиренно, и тогда хочется тоже принимать. И скажут, да, ты правильно, всё правильно, так и есть, грубовато. Понимаете, то есть каждый человек должен знать своё положение, если он хочет давать совет или оценку. То есть младший очень аккуратно, равный, не навязчиво, хочешь слушай, хочешь нет, а старший имеет право. Но есть ещё враги, враждебно настроенные люди, которые не то, что ты их решил, что они враги, они сами лишь так решили. И они тебя просто калечат, позорят, там, мучают, потому что у них враждебное настроение. Тоже хорошо. Но ты можешь с врагами поступать, как хочешь. То есть если они обнаглели, то можешь их остановить, если можешь. Или наказать, допустим, если можешь. Иногда ты не можешь просто. Можно я добавлю ещё? Да. У меня в детстве так получилось, что отец меня или слишком перехваливал, или слишком нехвалил, оскорблял. Ты плохая, ты какая. Или любит. И у меня вот такая ситуация сложилась, я между лицами и эти, я не знаю, хорошая или плохая. Какая я? Нет, это всё не так, отец тут ни при чём. Мои хорошие, вот этот психологический трюк, папа, мама виноват, пожалуйста, в жизни не применяйте, потому что это неправда. Родители нам всего лишь несут нашу судьбу в жизни, они не формируют наш характер, как нам кажется. Наш характер формирует наша судьба с прошлого. Они же могут нам дать милость, исправить наш характер, или не дать милость, а ставить как есть. То есть всё, что с нами делают родители, это наша судьба. Что касается вашего характера, то поймите, есть четыре типа природы разума. Первая природа — это природа учёного, вторая — правителя, третья — бизнесмена, четвёртая — творческого человека. Понимаете, у вас природа правителя, а природа правителя, у этой природы очень сильное и твёрдое чувство собственного достоинства. Это по природе просто, такая природа. Вот, допустим, природа учёного, у неё чувство собственного достоинства проникновенное, глубокое и смиренное. Понимаете, кажется слабым вроде бы внешне, а на самом деле тоже сильное, но оно просто, сила эта не видна снаружи. А вот у правителя вся сила снаружи, она твёрдая, непреклонная, такая торжествующая, понимаете. Это просто природа человека, это не то, что хороший или плохой. Поэтому с правителем так и происходит, или он очень хороший, или очень плохой, потому что у него сильное достоинство. Просто природа так работает, это нормально. Либо злой, либо добрый, так получается? Либо злой, либо добрый. Это сильное, значит, слишком означает сильное чувство достоинства, собственного достоинства. Означает руководитель по природе. Вы же руководитель, там, кем-то управляете? Ну, по профессии нет. По профессии? Ну, значит, по жизни, наверное, управляете мужем, детьми, соседями. Типа наставник, наставник, ну, хорошо. Ну, это немножко не то, то есть вы всё-таки руководитель, а не наставник по природе. Хорошо. Спасибо.